Добрый день, Роня! Здравствуйте! Здравствуйте! Я хочу, чтобы вы представились, когда, где родились, в какой семье вы родились. Расскажите немножко о себе. Так, я 1922 года рождения, 24 июля. Мне уже исполнилось 97 лет. Родилась я на Украине в каком-то городе Ронды, что ли. Ровно? Да. Ровный или ровно. Вот у меня дедушка из города Ровно тоже. Ну, вот там я родилась. В Кировоградской области, наверное. Это какой-то... В Кировоградской области, я думаю. Ну, может быть. Я не знаю. Маленькую меня оттуда увезли. Родилась я в семье. Ну, такой... Отец у меня бухгалтер. Такая среднестатистическая семья. Абсолютно такая простая семья. Ну, интеллигентные люди у меня. И мама, и папа. Так. А мама, больше счастья, была домохозяйкой. Трое детей у нее было. Ну, я помню, она все-таки как-то и подрабатывала. Где-то там... В каком-то магазине. Ну, это было, когда я была маленькая. Так что... Там подробности уже не помню. А расскажите о вашем детстве семье. У вас семья большая была? Сколько человек в семье было? В семье у нас было три дочки. Три... Две сестры еще? Мама, папа, три дочки. У меня старшая сестра тоже была. Одну семья тоже была в Ленинграде. Закончила Ленинграде. Тоже врач. И я врач. То есть вы в раннем детстве уехали? Да, в раннем детстве нас увезли. Значит, сестра поступила в медицинский институт. Я поступила вначале в университет. А когда началась война, я перешла в медицинский институт. Но там немножко... Полгода были занятия, потом они прекратились. Началась война. 8 сентября я была, ведь при этом все... 8 сентября началась блокада. То есть, Ронечка, я извиняюсь. То есть до войны у вас уже было медицинское образование практически, да? То есть вы получили... Я закончила школу в 40-м году. А, в 40-м школу закончила. И в этот же году поступила в Ленинградский университет. На химический факультет. Но когда и в 41-м году готовилась к экзаменам, надо было за первый курс давать экзамены. Вот. И объявили войну. В июне месяце как раз у нас начались... Должны были начаться экзамены, и началась война. Экзамены в университете, учеба сразу прекратилась. Экзамены не принимали. И мы решили, что мне нужно перейти в медицинский институт, чтобы мы были вместе с сестрой. Мама эвакуировалась, младшая сестра, моложе меня, на 14 лет. Между мной и старшей сестрой разница всего полтора года. Поэтому мы были действительно как две сестры, как две подруги. А младшая сестринка родилась, когда мне было 14 лет. Поэтому мама с ней уехала. Уехала из Ленинграда? Да. А мы остались, мы учились, занятия были. И мы уже учились. Папу взяли на фронт. Папа у меня был тогда относительно молодой. Он 1890, 1899 года. Ему было 42 года, когда началась война. Его демобилизовали сразу. То есть мобилизовали. Да, мобилизовали. И он дошел, он был в Германии. Он дошел до Берлина. На каком фронте он воевал? Не помните? На каком-то белорусском. Он был офицером или рядовым? Нет. Он работал в штабе. Он очень грамотный. Вообще он бухгалтер по специальности. И его держали при штабе. Писарин, наверное, что ли. У него не было офицерского звания. Был мисманный какой-то, я даже не знаю. Но во всяком случае, он всю войну провел. Всю войну. И приехал к нам уже где-то, наверное, в ноябре 45-го года. Он вернулся. Когда началась война, как город жил в первые дни? И как ваша судьба случилась в начальный период войны? Вы знаете, в первые дни, в первое время вроде было ничего. Я помню, вот что я запомнила. Я ехала в автобусе куда-то, и возле меня сидела женщина. И она мне... Я тогда молодая была, естественно. Ну вот. А эта женщина постарше, такая, средних лет. Она мне говорит, девушка, нам волноваться с вами нечего. Не надо волноваться. Вы, наверное, волнуетесь. Так заговорила со мной. Вы знаете, говорит, Гитлер очень любит культурные ценности. Да. Она мне сказала. Даже так. Гитлер очень любит культурные ценности. И Ленинград, конечно, они хотят взять Ленинград, но Ленинград бомбить никогда не будут. Он так дорожит всем. То есть она как бы была, вас успокаивала? Она меня успокаивала, что не надо волноваться, потому что Ленинград, раньше она говорила, Ленинград не сдадут. Ну а потом, даже если сдадут, все равно с Ленинградом ничего не сделают. То есть немцы культурные народы? Ленинграде тоже не пострадают, потому что Гитлер очень любит культурные ценности. Вот это я запомнила. А как ваше отношение к ее фразе? Как вы сами это восприняли? Я тогда ничего не понимала. Мы сами... Но ведь никто не думал, что такое творится. То есть вначале город не бомбили на первом этапе войны? Первый раз бомбили город 8 сентября. Вы это запомнили? Я запомнила великолепно. Это было в районе Московского вокзала на Староневском. Дом на Староневском. За Московским вокзалом. Вот это была первая бомбежка. И мы туда ездили все, смотрели, как этот дом разбомбили. Вот с этого началось. А потом начались обстрелы. Ну, потом творилось что-то невероятное. Я... Так, когда прекратилась учеба в институтах, во всех, все это прекратилось. Это когда произошло? Это осенью тоже, да? Нет, это тут же. Ну, это уже началось 8 сентября. Это уже началась осень в Ленинграде. Сентябрь месяц. Вот. И нас... Значит, в город здравоотделе тот, кто остался... Сестра моя была на четвертом курсе медицинского института. А я перевелась на первый курс. Чтобы быть там вместе, я решила уже перейти в медицинский институт. И нас направили на работу. Вызвали в город здравоотдел тех, кто... Студентов, которые остались в Ленинграде, не эвакуировались. И нас направили... Меня в частности и сестру... направили в дом малютки, который переезжал из Оридежа. Оридеж Ленинградской области. Там был дом малютки. Это дети до трех лет. Ну, это детский дом для детей до трех лет. Вас туда работать отправили? Вот этот детский дом из Оридежа, из Оридежского района Ленинградской области, эвакуировали на большую землю. Но они успели их довезти, детей, до Ленинграда, и началась блокада. И этот Оридежский детский дом, ну, дом малютки, потому что там были дети до трех лет, маленькие совсем. Он остался в Ленинграде, застрял в Ленинграде. И вот туда нас направили на работу. Сестру направили медсестрой, а меня санитаркой. И там мы, да, вот, и там мы работали, и нам приходилось, конечно, бомбили, мы таскали детей в подвалы. Мы дежурили ночью. И снаряды прямо рядом рвали снаряды, рядом с детским домом. Рядом рвались снаряды, мы успевали, мы, я помню, когда начиналась эта бомбежка, начиналась эта сирена, и мы уже чувствовали, что вот-вот начнется сейчас. Мы начинали таскать детей, дети маленькие, их надо было таскать, они сами, в общем-то, там, ну, в основном и не ходили, потому что уже, ой, дети были уже истощенные, паёк был плохой, ну, ужасно было. Всё это было ужасно. Ну, вы знаете, до того, когда мы там были, до того тупеешь, когда всё это видишь, и ты превращаешься, ну, вот, ты не чувствуешь так, как обычно чувствуешь ты всё. А там как-то ужасно вот это равнодушие развивается. Ты становишься, ты видишь, идёшь по улице, и видишь, везут на саночке троп, завёрнутый в простыню, так туловище или там полтуловища на саночке, а остальное тащится по снегу, вот, по земле. Да, ноги и часть туловища, а часть туловища перевязана с этим, саночками, в саночках. И ты смотришь на это, проходишь мимо, как будто бы, как ни в чём не бывало. Ну, конечно, состояние ужасное. Много приходилось видеть трупов мёртвых в Ленинграде? Полно. Полно. Причём трупы лежали, их потом подбирали, конечно. Ну, потом песковёрское кладбище сделали, там, вы знаете, и туда стали перевозить, и там хоронили. Но вообще, конечно, трупов полно. Потом давали, ну, мы давали 250, получали 250 грамм хлеба, потому что мы работали, вот я. А тот, кто не работал, 125 грамм получал. Голодный, умирающий, ужас. И я помню, я получила хлеб на меня и на сестру. И несла этот хлеб, домой шла. И я не заметила, как подбежал подросток какой-то, мальчик. Выхватил у меня этот хлеб и убежал. Ну, всё, мы остались без хлеба, без порции хлеба. А вот в вашем доме малютки, где вы работали, вы как бы жили в Ленинграде, но туда ездили на работу и возвращались? Или вы там как бы ночевали? Нет, этот дом уже был, их же в Ленинград, их привезли в Ленинград, их везли на большую землю. А-а-а, их в Ленинграде был дом сам? Конечно. А я думал, где-то за городом был, не в самом Ленинграде. Из Ориди же, это Ленинградская область, район, там был вот такой дом малютки. Его перевезли в Ленинград. Это дом малютки везли на большую землю. Не в Ленинград, а на большую землю, но вот в страну, где не было войны. Роня, скажите, пожалуйста, как вот люди переносили голод, невзгоды, верили ли в победу? Или была какая-то паника у людей, может быть? Или как вот вы на себя ощущаете? Как вот ваш взгляд был? Ну, вообще, конечно, вначале было терпимо. То есть так никто, как-то, я бы сказала, относились как-то равнодушно. Люди равнодушно относились? Да, это первое время. К войне вообще? К войне вообще. А когда началась, вот когда первый раз бомбили, 8 сентября, и потом сразу, когда начался голод, то есть сразу урезали, все исчезло, паек, начали хлеб урезать, паек хлебный. Здесь, конечно, ну, паника была, но надо сказать, что, в общем-то, радио работало все время, и оно поддерживало людей. Поддерживало. Но мы плохо знали, что творится вообще в других районах, что еще творится. Вот мы не знали, например, об этих сезонах евреев, об этих убийствах. Это мы не знали. То есть передавали сводку с фронтов, передавали постоянно, как на фронте, Левитан выступал, да? А о том, что творится внутри, вот в этих захваченных районах, вы об этом не знали. Мы об этом не знали. Да, мы об этом не знали. Представляете? А это... А как вот вы... Вы жили в каком районе Ленинграда? Сидевых? Вообще там. Во время войны? Во время войны на Васильевском острове. Вот этот дом малютки, его же, понимаете, его... Он... Ленинград, это была перевалочная база. Его должны были довезти до Ленинграда, из Ленинграда везти дальше. В страну. Там на Урал, куда-то я даже не знаю. Оно... Так как началась бомбежка Ленинграда, вот в Ленинграде они застряли. И их поселили в здании, я понимаю, в здании яслей каких-то. Яслей. Такое двухэтажное здание, вот в каком бывает яслей, там детские сады. Вот это отдали им. И нас туда послали на работу. Женщину, которая студент... Ну, не студентка, она закончила, сдала государственные экзамены. Женщина одна. И она была беременна, она же замужняя была. Но она приезжая была. Откуда-то из Беларуси. Она сдала экзамены. Государственные экзамены приняли там. И она должна была выехать, но выехать она уже из Ленинграда не могла. И она родила в Ленинграде девочку. И потом выезжала она вместе с нами уже в 42-м году. Ну, и ребенок этот умер. Прямо нас вывозили в этих багажных районах. Не в пассажирских вагонах, а в этих... Ну, в багажных... В товарных вагонах. В товарных вагонах, да. И там она умерла. Вот она была главным врачом, ее туда послали главным врачом. Вот сестру мою медсестрой, а меня санитаркой. А в доме малютки никто не пострадал во время бомбежек или как-то... Или вам удалось всех сохранить? Ну, да. Пока мы были из детей, никто не умер. Никто не умер? Нет, никто не умер. Но паек был. Очень маленький, да? Ну, ой, дети все время хотели. Мы их кормили. Но дети все время хотели кушать, конечно. Они... Не могу я это... И сейчас не могу вспомнить. Детей мне очень жалко было. Но мы, конечно, к детям хорошо относились. И детей сохранили мы. А до Васильевского острова немецкие снаряды долетали, бомбили именно Васильевский остров сам? Не поняла. Васильевский остров сам бомбили немцы? Снаряды... Прям долетали... Конечно, конечно. Все бомбили, весь город бомбили. Ужас был. А исторические здания пострадали при бомбежке? Что? Исторические здания пострадали при бомбежке? Пострадали, конечно. И Эрмитаж пострадал. Пострадали, да. Пострадали, безусловно. Много очень. И Петерухов пострадал. Ну, вы представляете... Потом мы начали верить в победу. Но вот Левитана... Потом как-то подключили. Мы уже начали слушать Левитана. И вот сериал. Потом мы уже начали слушать, как вот какой-то освободили, какой-то район еще освободили. А о том, что творили там, как издевались, как расстреливали, убивали людей, вот об этом мы не слышали. Не передавали. Вот. А было такое, что... Этот... Ой... Надо бы скачать из головы. Это симфония этого... Прокофьева? Нет, не Прокофьева. Шостаковича. Шостаковича, да. Мы ее слушали. Потом, я вспоминаю, что мне в Ленинграде остался только Большой театр москомедий. И он работал всю войну? И он работал, театр москомедий. Но он то работал, то не работал. Но я помню, что театр, это я запомнила в марте, по-моему, в марте или в апреле 42-го года в театре Пушкинском, там театр был, да, Пушкинский театр, большой драматический, Ленинградский. Там они ставили там оперетта была. Надо же, я сейчас должна вспомнить. Какая же оперетта? Табачный капитан. Да. Я вспомнила. Вы ходили на нее? Мы ходили на нее. Во время войны прямо? Во время войны, дневной сеанс. Ничего себе. Так вот, сейчас я вам скажу. Значит, мы, да, мы пошли, и, между прочим, в зале было очень много народу. Мы пошли на этот спектакль. Вот табачный капитан, помню, как сейчас. Но, выходя после окончания спектакля, каждый должен был в течение двух часов очистить, участвовать в очистке улицы. Нам давали лопаты и метла, и никто, да. После спектакля? Все зрители, да. Ничего себе. После спектакля. Этот спектакль был только днем, вечером не было спектаклей. И вот дневной спектакль. Мы вышли и вручали всем метлу, лопаты, и мы должны были два часа отработать. Чистить город. Да, интересный случай. То есть, невзирая на войну, культурная жизнь в городе как бы продолжалась? Да, немножко, да, продолжалась, продолжалась. А были ли праздники вообще во время блокады? Как день рождения, Новый год, как отмечали? Нет. Не было такого? Нет. Таких праздников не было? Нет. Нет. Этих, ну может быть, но знаете, вот так, ну это, конечно, не для публикации говорили, что вот в Смольном они себе этот... Банкеты устраивают? Да. Там под землей целый город построен, под землей Смольного. и там чуть ли не стадо коров и огороды, и там, в общем, все полно всего, и там, да, и там, мол, правительство шокует, те, кто там были. Но я вот должна сказать, что пока и Ворошилов там был, но у нас о нем впечатление ужасное было, пока не прилетел туда Жоков. Прибавлять, так, ну, доза по йогу стал теперь такой же. Но я помню, начали прилетать самолеты примерно 42-го года, и нам к этой дозе хлеба давали еще, знаете, вот квадратик шоколада. Вот маленький квадратик такой. Шоколадная плитка состоит из квадратиков. Квадратик. Так вот, маленький, да. Это в день? Это в день. Маленький квадратик еще давали вот к пайку хлеба. А хлеба 150 грамм давали, да? 125. 125, да. 125, работающим 250. Помню я, когда, когда началась эвакуация по Ладожскому озеру, тогда давали, давали по йогу, ну, там, я не помню, сразу дали по полкило хлеба на дорогу, и мы уезжали, улетали, уезжали по Ладожскому озеру со стороны Ленинграда. Это была Борисова гриба, Борисова гриба, станция. И вот там с этой станции уходили автобусы, машины по Ладожскому озеру, пока еще лед был. А вы тоже уезжали по Ладожскому озеру? Вы как бы всю войну были в Ленинграде или нет? Нет, в 1942 году по Ладожскому озеру. Вас эвакуировали? Да, по Ладожскому озеру. А по ту сторону Ладожского озера встречали нас, была станция Кабоны. Вот там встречали, и там сажали на поезда, куда, кому, там, кто, куда хотел эвакуироваться. Там кормили, естественно, и потом разъезжались все, давали бесплатные билеты, и все разъезжались. Так вот, я помню, что, во-первых, давали людям хлеб, и с финляндского вокзала уезжали вот на эту станцию Борисово-Гриво, откуда по Ладожскому озеру уезжали. Так люди-то сразу съедали эти полкило хлеба, там, что давали еще, я даже не помню. И некоторые, прямо тут же умирали на финляндском вокзале. Ай-яй-яй. Да. Были трупы на финляндском вокзале. Вот, а когда приехали на эту Борисово-Гриво, помню, там уже были, уже началась по Ладожскому озеру, уже начали снабжать Ленинград понемножку. И там были навесы, и под навесами было очень много мешков, ящиков. Это из страны перевозили в Ленинград продукты, еду для ленинградцев. И я помню, до тех пор было написано, товарищи водители, ваш труд, родина и Ленинград не забудут никогда. Вот. Это водители по Ладожскому озеру ехали и перевозили продукты по эту сторону, Ладожского озера, в сторону Ленинграда. А когда вы ехали «Дорогу жизни» бомбили немцы? Бомбили. То есть прямо варим бомбеж? И много машин тонуло, между прочим. И машины уже и тонули, и проваливались под лед, и обстреливали. Ужасно, да, все это было. Это прямо было на ваших глазах? Это все было на глаза, да, мы свидетели всего были. Ну давайте знакомиться. Лена Стамоева. Меня зовут Лена, я Лена. А я Роня. Очень приятно. Спасибо. Значит, я координатор бессмертного полка в Хайфе, и мы взаимодействуем, ну в общем, постоянно на связи с ветеранами, и также с Российским культурным центром, и с Российским консульством. Я блокадница Ленинграда. Я из Ленинграда. Вот сейчас будет открываться большой-большой монумент в Иерусалиме. Вы знаете, да? Я знаю, даже говорили, Путин приедет. Не даже приедет Путин, будет в очень большой Я слышала по телевизору, что он не приедет сюда, этот Натаньягу не поедет в Москву, он должен был в 15-го поехать. Нет, у них там что-то в связи с выборами они перенесли эту дату. И сейчас я уточню, в этом в российском консульстве, когда они там сместили все, там все это будет мероприятие, они просто отложили, потому что 17-го выборы и немножко там такая получился балаганчик такой. Но будет здесь вот открытие монумента? Будет в Иерусалиме, все будет открыть. Открытие монумента блокадника. Да, 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 именно блокадника. Я как раз блокадница. Вот, видите, как бы. Ну так хорошо бы, если бы пригласили блокадника. Вот, я все узнаю, и потом мы как-то с вами свяжемся, я буду узнавать по этому поводу. Вот в консульстве российском. конечно надо было. Вот он у меня президент, видите. У меня и гражданство, да, мне вот привезли календарь, из Ленинграда приехала, приятельница, привезла календарь вот с Путина. Будет, будет мероприятие, и по-моему, российское консульство, я тоже уточню, они там готовятся. Готовятся. Во-первых, 75-летие Победы будет в этом, ну, в 2020-м. И тут как раз вот и с блокадой связан этот монумент будет открывать. Поэтому тут будет торжественное такое очень. Так, блокадников-то здесь уже, по-моему, не так много. Не так много, но есть. Вот мы были на встрече в Хайфе. Встреча была ветеранов, посвященная 75-летию. Да, вот. Начало войны. И дело в том, что там были несколько человек, блокадники, они там рассказывали немножко, но я так поняла, что это были дети. Они были детьми. Да, потому что блокадников-то сами понимаете. Я была там, мне вот палец выкнулся, у врача была. Он посмотрел на мой возраст и говорит, что вы знаете, что бы у вас не болело и сколько бы не болело, вы каждое утро, учитывая возраст, должны, когда просыпаетесь, говорить спасибо. потому что в таком возрасте уже людей не осталось здесь совсем мало. Ну вот. Молодцы, выглядели хорошо. Умница. этого монумента, хорошо, если бы превратили блокадников. То, что я хочу сказать, мы узнаем обязательно. Во-первых, пригласить, а во-вторых, в подвозку сделать автобус или машины, я не знаю как, но вот мы на эту тему сегодня будем разговаривать с консулом. Дело в том, что я-то ведь на коляске. Это все будет организовано? Да. Я на коляске. Ну что, что, да, это нужно вообще кончить. Нет, сегодня мы все с ним обсудим, как это все будет происходить. Большинство людей уже не в движении. Да, конечно, наверное. Вот у нас в хостеле в этом мужчина, ветеран, ему в марте будет 105 лет. Яков. он был и в плену, да, он был в немецком плену, и в плене он лежал, вот, но он уже теперь все время держался хорошо, с алифоном ходил, а вот сейчас он уже лежит, не встает. 105 лет если он доживет, то будет бы должен до 105 лет, вот. А потом я, следующая я. Представляете, самые старые. Роня, скажите, пожалуйста, какой самый тяжелый период был вот именно в блокаде, во время блокады Ленинграда, который вам запомнился? Зима 1941-1942 года. Зима, да, потом стало легче, потому что начали, во-первых, продукты уже приводить, вот я вам сказала, что в Борисовой Гриве это со стороны Ладожского озера, но со стороны Ленинграда, Ладожское озеро, а перевозили, там станция была комонной. Так вот, на Ладожском озеро, на Борисовой Гриве были навесы, и там было уже очень много продуктов, привозили, мески, ящики, привозили с большой земли, вот со стороны. И было написано, я вам сказала, товарищи водители, родины Ленинград, вас не забудут никогда. Они перевозили, это тех водителей, которые перевозили грузы в Ленинград. Значит, они грузы перевозили в Ленинград, и на этих, не автобусах, на этих грузовых машинах увозили из Ленинграда людей. Вот так было. Но, конечно, самая тяжелая была зима с 1941-1942 года, потому что уже вот в начале, сначала с 1942, но не с начала, примерно с марта, уже начали, ну, во-первых, уже привозили продукты там, и увеличили уже немножко паек, уже стало полегче. Самолеты сбрасывали продукты, а зима была ужасная. Вот начиная с сентября месяца, когда первая бомба, когда первый снаряд упал в Ленинград, вот на Староневский проспект, я прекрасно даже помню этот дом, за московским вокзалом, туда упала первая бомба, и все шли смотреть, никто не верил, не думал. Я рассказала, вот Алексею, я сидела в автобусе, куда-то ехала женщина рядом со мной сидела средних лет, я тогда молодая еще была, она говорила, деточка, не волнуйтесь, нам ничего не будет здесь. Гитлер так любит искусство, что он ни за что никогда не будет бомбить Ленинград, уничтожать такие ценности, не будет уничтожать Ленинград. Поэтому тем, кто живет в Ленинграде, тоже ничего не будет. Вот так, представляете? А потом такое началось, ну, ужасно. Вы все время были там, пока не сняли блокаду, или вас вывезли как-то? Нет, вывезли, я в 1942 году уехала, но это уже тогда становилось легче. Понятно. И сняли блокаду в январе 1943 года. Вот так, уже потом сняли блокаду. А вот зима 1941-1942 года именно эта зима, она была ужасной. Это был ужас. Люди ходили, воды не было на Неву, там, с маленьким ведерочком за водой. Умирали дома все. Везде умирали на улице и дома, да? Везде умирали, везде. Везде дома, на улице валялись тропы. Я помню прекрасно, как идешь, во-первых, лежит троп в белой простыне завернутый лежит. Никто не обращает внимания. Или истощенные люди тащат саночки, вот детские маленькие саночки, и на саночках лежит. Ну, человек так понищается его грудь, например, а все остальное тащится за ним, за саночками, тащится, таночки перевязаны, и человек привязан к этим саночкам, а это все тащится. И как-то настолько тупеешь, что и внимания не обращаешь. Правда, настолько отупели. А потому что это безумие. безумие, это невозможно умом вообще просто даже понять, как такое происходит действительно уже в таком XX век, уже век искусства, культуры уже высокого. И так все разрушается. Такое было. Мало того, что разрушается именно вот человеческая сущность вообще просто уничтожена. Потому что человека сравняли вообще непонятно. Ничем нет. Ниже вообще всего на свете. стреляли, убивали. Потом там было очень много засланы немецких диверсантов. Диверсантам. Да. Было очень много в Ленинграде. И они вот так с Ленинградцами по-русски разговаривали. Начинали разговаривать по-русски, а потом просто убивали. Просто расстреливали и все. Ужас был. Вообще это было конечно ужасно все. Ну я даже не знаю только потому что молодые наверное как я верили в победу? Удивляюсь. В победу верили? Потом уже. Когда уже выехали? Зимой не верили. Думали что город возьмут. вообще все отупело все как-то ну я не знаю все отупело ничего не чувствовала а потом уже Шостакович вот он симфония Шостаковича потом начали передавать голос Левитана и начало вот какое-то да? Ну как-то да 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 вот но когда я помню когда приехали эвакуировались мы поехали нас повезли на Урал вот вот я была там в это был Оренбург был тогда Чкалов во время войны назывался город Чкалов и туда был эвакуирован Харьковский медицинский институт и вот туда я из медицинского института туда поступила нас везли туда вот в Харьков и мы приехали вот в этот Чкалов я вижу там люди веселые ходят по городу открытые окна парикмахерских сидят женщины с завивками этими накрученными это так было больно это так было это был 42-й год да да это был 42-й год это было настолько ужасно это в Харькове было Чкалов Чкалов это теперь Оренбург называется город так это такой кошмар там люди как будто бы они ничего не чувствовали или не знали они действительно к ним же туда ничего не пришло к ним ничего но это было ужасно я помню меня встречали я уже не помню как мы связались еще наверное но вначале можно было еще переписываться и многие эвакуировались студенты мы-то остались вот в общем меня встречали студенты мои соученики даже не студенты а из класса где я училась они приехали со мной и мы шли когда я увидела эту картину как в парикмахерских люди красятся и сидят с этими завивками я так расплакалась я помню со мной сидел то есть со мной ходил вот парень боится ученик Иосиф Ишелев он говорит ты чего роняй я говорю как это может быть такое как может быть там умирает там такое творится а здесь люди как ничего не бывало вот такое было во время войны да контраст такой сильный да ну а то что было в Ленинграде это это конечно ужасно да ну в общем Ленинград молодцы я рассказывала потом там остался один театр музыкальной комедии остальные театры эвакуировались и вот театр музыкальной комедии ну вот долго вообще не работал конечно а потом уже в 42-м году начала ну вот когда начали давать я говорила вот по кусочку шоколад вместе с байком давали знаете квадратик шоколада вот плитки шоколадные из квадратиков состоят так вот такой один квадратик еще давали вот ну уже настроение лучше началось немножко начали верить уже в победу уже начали слушать Левитана и вот Шостакович написал симфонию и мы пошли с сестрой мы я там с сестрой осталась с сестрой старшей мы пошли днем мы работали там вдоль малютки и поэтому вот медаль за оборону Лейнграда она приранена к ордену это тем кто вот в Лейнграде боролся участвовал в обороне так вот мы пошли в этот театр и шла комедия я вспомнила Табачный капитан по-моему она сейчас и не идет нигде ну такая комедия была и мы тот кто смотрел ну зал был между прочим не полностью но он был так наполнен наверное на три четверти но когда закончилась эта музыкальная комедия когда закончился спектакль вы ходили вам тут же вручали лопату метлу вы должны были два часа отработать по очистке города по уборке города потому что конечно город был запучен ужасно было ужасно а как люди друг к другу относились во время войны была ли жестокость между людьми была ли паника паника даже и в семье бывала жестокость это зависело от людей а преступность была в городе в тот период и преступность была большая большая грабили людей грабили богатых и как-то люди были такие которые в общем-то их не к немцам переходили там все было ну это так я афишировала но мы-то слышали вот вот мы слышали что я вам рассказала что под Смольным там вырыт был город под Смольным прямо в земле был вырыт город и там все было там было стадок коров там были да и там фрукты были прекрасные и огороды и в общем как-то безалаберно все было в Ленинграде несмотря на то что туда Ворошилов приехал и Ворошилов был вместе вот в Смольном но пока не приехал туда Жуков а вот когда в Ленинград приехал Жуков как-то сразу порядок довел но вот говорили что вот так в Смольном что они жили там шаховали я и не знаю правда это или нет естественно простым людям было не проверить так или нет а добровольцы много уходили из Ленинграда на фронт добровольцы уходили да официально провожали с оркестром как положено какой оркестр оркестр блокаду вы не представляете что такое блокада Ленинграде конечно никаких оркестров не было это не то что сейчас провожают в армии или там потом где-то нет конечно зима необычайно была тяжелой вы представляете люди ну просто посадили на голодный поек ну вот сто пять сто двадцать пять грамм хлеба вам дадут и все вот такой кусочек и за днем нет в день одно и то же больше ничего естественно какая может быть там это был кошмар люди так к этому не привыкли и это было причем это очень быстро развивались людям даже люди не могли опомниться как-то привыкнуть к этому ведь все-таки в Ленинграде все время с парадоксами было хорошо и вдруг сразу оборвали представляете состояние людей ужас был поэтому все было все все и воровали и убивали вообще зима была такой тяжелой но каждый прожитый день в Ленинграде зимой наверное можно было началось все в сентябре еще еще далеко до зимы было но вот наверное зима вот с ноября по конец февраля или по март каждый выжитый день это был какой-то подвиг эти полгода это было что-то невероятное и там столько людей погибло ведь передают из миллионов осталось сколько-то двести с чем-то тысяч только из миллионов это было ну вот выжили и после эвакуации вы все время жили в Оренбурге да вот до конца войны да когда вы эвакуировались по ладожскому пока пока ну мой соученик с которым мы даже не очень дружили но так в общем он демобилизовался служил ну все мои соученики мы все были однолетки все были 22 или 23 года рождения вот нам все было по 17 18 лет когда началась война или там 19 вот все были в армии естественно так вот он со мной приехал в Оренбург поженились и увез обратно в Ленинград и все а теперь мне восстановили гражданство в Ленинграде вот я написала и мне я очень жалко что я позже очень написала но я гражданка у меня российское гражданство российский паспорт да полностью все восстановили ну в общем я стараюсь вы в 45-м году уже приехали обратно в Ленинград вернулись в 47-м в 47-м и там все время до закончила там институт и как раз ну Харковский медицинский институт я вам сказала поступила там в Оренбурге переехала из Ленинграда здесь я из университета когда началась война перешла в медицинский институт чтобы не было трамвая не было автобуса не было чтобы не ездить и чтобы я могла быть вместе с моей сестрой а старшая сестра уже была на четвертом курсе мединститута и мы чтобы мы вместе были вот и мы вместе жили вместе были перешла сюда а потом и когда переехали туда сестра сразу поступила на четвертый курс и потом через год она закончила пять лет тогда учились она закончила этот институт Харковский ее послали куда-то под Днепропетровск а я там осталась учиться в сорок седьмом году я его закончила туда и меня послали в Оренбургскую область тогда я туда поехала а в это время мне муж говорит он приехал поступил он вернулся сразу в Ленинград поступил сразу работать и поступил в авиационный техникум вот и к ним на завод на авиационный завод он и сейчас этот завод в Ленинграде существует завод Ленинец это всесоюзного значения вот и к ним приехал представитель из Москвы из министерства он обратился и вот сказал что мы уже поженились он сказал что вот мы поженились а жена там а я здесь министерство она написала он мне прислал телеграмму чтобы я выехала что нас приглашают в Москву министерство мы приехали и сразу сделали перевод мой и я уехала в Ленинград все и с тех пор в Ленинград я столько лет жила дети у вас есть? у меня двое детей сына, дочь дочери моей 28 октября будет 70 лет так если мне 97 до 120 все они все в Израиле живут, да? да, переехали в Израиль мы в 90-м году ясно спасибо вам большое за интервью очень было приятно познакомиться спасибо большое вам с предстоящим праздником здоровья крепкого бодрости в районе большая очень поликлиника у нас только врачей было 104 под моим руководством а я была ночведом этой поликлиники и 42 года отработала в Ленинграде квартира была вот я не знаю соблазнили ну знаете в общем-то я не жалею потому что дочка меня уговаривает она говорит мама ты вы там не дожила никогда до 97 лет ни в коем случае а когда я приехала до того как переехать сюда в 89-м году меня уговорили приехать в гости сюда переехали мои друзья из региона самые близкие друзья и они покоя не давали чтобы вот я приехала в гости к ним ну и так далее это было просто я они прислали мне вызовы в общем я купила билет пересадка помню я была в Польше какая-то нет не в Польше а в Венгрии в Будапеште пересадка была я туда доехала поездом а из Будапешта самолетом прилетела сюда и конечно когда в 89-м году я прилетела сюда по сравнению с тем что творилось в России уже в Ленинграде когда до этого в Ленинграде всего было полно всюду уже было плохо очень а в Ленинграде мы не чувствовали и вдруг в Ленинграде тоже и чего исчезают стали исчезать продукты у меня был кот который ел только рыбу все мой кот я вижу погибает нет я стояла выстаивала большие очереди за рыбой и я с сыном жила муж к этому времени умер я не разрешала ни себе ни сыну есть рыбу только для кота представляете там уже такое началось в Ленинграде и вдруг я приезжаю сюда и везу здесь буквально рай они меня стали возить мои друзья и здесь родственники оказались они меня стали возить по гостям я буквально остолбенела от всего того приехали в это вот фотографии они много доделали в супере ведь я увидела супер с этими полками наполненными всего они меня фотографируют и конечно я обалдела здесь и когда кто-то уезжал в Ленинград у меня никакой посылки не взяли а только взяли какие-то для детей эти самые конфетки какие-то и письмо я написала детям обещали передать я написала детям что я попала в рай буквально и конечно я приехала здесь и пошла и взяла меня все стали просить до этого еще все приятели и родственники чтобы тогда надо было вызов так я помню моя приятница сидела со мной долго мы сидели в очереди пока оформили вызов так я увезла больше 30 вызовов в Ленинград да и все приехали по этим вызовам сюда тогда было ужасно а теперь после этого я была в Ленинграде один раз в 95-м году кстати ветераны ездили тоже как ветеран я была в Ленинграде ну а теперь там дети мы ездили недавно была приятница подруга дочки здесь конечно здесь намного лучше чем там и сейчас Арония можно вам задать вопрос пожалуйста я вот просто вижу у вас тут значок такой тут много орденов медалей вот значок израильский флаг и георгиевская ленточка я так понимаю что вы приехали в 89-м году в Израиль в 90-м вы бы могли описать вот дружбу между Израилем и Россией и как помогает ли Россия ветеранам блокадникам в Израиле и пенсии ну помогает между прочим но я то гражданка России поэтому мою пенсию получают в Ленинграде ее даже сюда не переводят а в Ленинграде получают подруга моей дочки я на нее оформила доверенность она пенсия приходит в банк она ее получает а вот дочка моя она в Ленинграде тоже работала она закончила институт в каком году в 73 или я уже даже не помню дают тем кто в Ленинграде кто работал и заслужил там и уже по возрасту пенсионер здесь переводят правда маленькая пенсия она говорит что она за 3 месяца получила тысяча с чем-то шекелей полторы тысячи шекелей но там по стажам я получаю как гражданка России там все они восстановили всю мою работу с вашей точки зрения как Израиль относится к ветеранам к людям которые пережили вторую мировую войну как относится я не знаю как всюду сказать но вот у нас я живу в хостеле в хостеле ну мы как-то ну отвечаем день победы у нас всегда у вас есть какие-то пожелания например что-то улучшить может какие-то концерты может вы хотите или может быть какой-то немножечко придать какой-то уровень другой во-первых я бы сказала обратить внимание больше я не знаю ветераны как ветераны здесь мы как ветераны помимо того что я грандсанскую пенсию получаю я как ветеран получаю два раза в год в мае и в августе по 1800 шекелей это в Израиле израильскую именно от Израиля мне платят Израиль с шекелями но я получаю да как ветеран потому что я блокадница но у меня есть удостоверение не просто но удостоверение житель блокадного Ленинграда это само собой но у меня есть справка такая что я владелица значит вручается медаль обороны Ленинграда и она равносильно ордену да она равносильно орденам и пользуются эти блокадники жившие блокады Ленинграда блокадники жившие во время блокады в Ленинграде хоть один день хоть одну ночь они пользуются всеми благами ну всеми можно пожалуйста спрашивайте ваше имя имя полное полное имя у меня так и есть Роня Элия Азаровна Протусевич это ну по-бужу фамилия Протусевич и у меня вот последний вопрос пожалуйста что бы вы хотели передать новому поколению вот ну в Израиле в России неважно новому поколению лично вот от вас беречь твою страну между прочим как-то надо я вот вижу что люди относятся как-то вот так ровно так беспечно а в общем-то когда столкнешься вот с таким как я столкнулась во время войны это ужасно когда видишь что вот враг приходит на твою территорию и что с тобой творят это ужасно ну добросовестно работать беречь свою семью беречь родителей ценить вот то что они делают для вас уважительно очень относиться к старикам к старикам конечно надо относиться уважительно потому что старое поколение таких как я осталось вообще немножко вы сами понимаете но даже уже и после меня все равно пришлось в Советском Союзе много пережить много и там ведь было я то все пережила и в мою бытность я помню как этих арестовывали вот из Польши я никогда этого не забуду мы жили в доме и рядом с нами ну домов много и в соседнем доме был подвал большой такой то ли там был склад обуви какой-то оттуда обувь в магазин брали я не помню но я помню одно как туда привезли автобусы подъехали и привезли женщин с детьми их спустили туда вниз вот в этот подвал а там большой наверное большой подвал и потом отдельно вывозили женщин вывозили выводили их с детьми женщин сажали в один автобус а детей сажали другой автобус и вот наполняли автобусы и их увозили это были жены коммунистов которые да вот которые в сталинское время которых расстреливали всех так вот жен их детей в детские дома отправляли а жены их высылали в Сибирь там куда-то и вот мне было тогда 15 лет это было в 37 году и я никогда этого забыть не могу вы знаете передо мной это стоит всю жизнь вот сколько лет прошло а я это помню как выводили детей с женами с детьми с матерями и как их тут же разнимали в один автобус и во второй автобус и автобусы разъезжали в сфере в сфере в сфере в сфере Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...